Всем здарова народ, это Дориан Карнет И в этом видео я вам повествую о том, как выглядел YouTube несколько лет назад Также покажу вам новый дизайн, который будет в будущем Что, наверное, вам будет намного интереснее посмотреть Ну и не только это, посмотрим, в общем, вы всё поймёте Погнали! А перед началом этого видео посоветуем канал моего знакомого Слик Шоу Он снимает видео по КС, манечка вашего любимого Всякие ПВПшечки за скины Кейсы на сайтах открывают Ну короче, много-много КС Ссылка на чувака будет в описании Передавать ему от меня Hello! И, собственно, нам поможет сайт Wayback Machine Наверное, вы о нём слышали Это сайт, который содержит почти всё, что было в интернете за долго-долго-долго время Он просто сейвит некоторые страницы популярных сайтов и так далее Раз, там, в какое-то определённое время И потом их можно просмотреть Но я думаю, вы сейчас поймёте, о чём я Допустим, для начала Это, конечно, не будет, типа, самый старый дизайн YouTube и так далее Просто ради интереса гляни мой канал И, кстати, сейчас постоянно почему-то лагает YouTube Не знаю, это только у меня или нет Наш канал сейвило четыре раза Между тринадцатым и шестнадцатым годами Давайте заглянём в тринадцатый год Что тогда у меня было на канале Это мой канал Почему-то, кстати, аватарка новая стоит Ну не новая, но более-менее новая Но, тем не менее, это смотрится странно Это мой канал буквально три года назад, получается Скоро уже четыре года назад Но, тем не менее, у меня тогда было две тысячи подписчиков Я снимал в основном мувики Всякую непонятную хрень К сожалению, превьюшки с вами видео посмотреть нельзя Потому что, ну, если бы их сохраняли То это был бы ад для этого сайта Поскольку это очень много информации Но, тем не менее, я тут загружал эпикро-битву с Каримой Готики Потом у меня вот мувики, как вы видите Тут по тридцать тысяч просмотров По двадцать девять тысяч просмотров Тогда мувики были популярны, не как сейчас Давайте вобьём канал Пьедипая Поскольку Пьедипай на ютубе давно Мы сможем за счёт его канала Посмотреть то, как выглядел ютуб Когда-то там давно, просто очень и очень давно И вот мы попали, насколько я помню Это один из самых дизайнов ютуба Я уже тогда был на ютубе Я уже тогда смотрел кого-то на ютубе То есть я застал вот эти вот старые оформления На мой взгляд, кстати, они были намного лучше Такие огромные тексты по бокам, всю страницу оформляешь ты сам На мой взгляд, это смотрелось намного круче, чем маленькая плашечка с вашим ником И в одиннадцатом году у Пьедипая было десять тысяч подписчиков Хе-хе, это забавно Ну, зацените Тогда всё было совсем по-другому на ютубе И, на мой взгляд, самая крутая фишка, которая раньше была Это награды Больше всего просмотров за эту неделю в Швеции На двадцать третьем месте он находится И у каждого канала были такие награды Это было круто, было удобно смотреть Что у тебя там что-то получается, что-то не получается Что ты где-то там в топе мира и так далее находишься Также на главной странице были комментарии от пользователей Которые тебя смотрели в тот момент Что было, на мой взгляд, не очень хорошо Там мог быть спам и так далее Всё-таки дизайн выглядит очень по-старому Тем более относительно нашего времени Давайте наберём на этом видео Два косаря, семнадцать лайков Будет очень приятно Поэтому не забудьте нажать на кнопочку лайк Мне будет очень приятно вам всего лишь опуститься про видос Давайте скакнём буквально на пару месяцев вперёд Всё того же самого года Поменялось ли что-то за это время Вот тут я не пойму, я уже не помню Это обновился дизайн у Ютуба То, что можно было добавлять уже текст над самим каналом И всякое, короче, над каналом самим писать Или это тогда PewDiePie доработал Не помню Тем не менее, за это время особо ничего не поменялось Давайте прыгнем в лето двенадцатого года Тогда уж точно что-то должно поменяться Я вот помню именно этот дизайн тоже Он, на мой взгляд, один из самых лучших, который был за всё время Вот это реально, один из самых лучших Поскольку тут всё было оптимизировано идеально, на мой взгляд Все ссылочки у тебя справа на канале Все твои загрузки тут показывают Все твои плейлисты на главной странице канала Какое-то главное последнее видео у тебя прямо на странице канала на главной находится Удобное оформление в плане того, что можно ссылочки свои напихать где-то сверху на любые твои сайты Сделать полностью своё оформление То есть полностью оформить страницу под себя Это было лучшее оформление Пишите, кстати, в комментарии, какое оформление вам больше всего понравится Из всех, которые будут в этом видео То есть если вам нравится оформление это, пишите то, что Вот, мне понравилось такое-то оформление, такое-то дата Вот, кстати, дату пишет, в каком году я смотрю То есть напишите в комментариях, какое оформление YouTube вам больше всего понравится Также в конце этого видео вы увидите дизайн, который на YouTube только будет Я вам покажу, как он выглядит и так далее Поползаем немножко по нему Давайте прыгнем в апреле следующего года Насколько я помню, в 2013 году именно обновился дизайн, и он стал такой более похожий на современный, ну то есть, на мой взгляд, более плохой. Я не тот человек, который говорит то, что раньше было лучше и так далее, но действительно, если подумать своей головой, очевидно то, что раньше дизайн был удобнее и лучше. Сейчас на компе сделали больше закос под телефоны. Это может увидеть абсолютно любой человек, который ютубом пользуется, то, что все больше и больше мы приходим к тому, что на компе ютуб выглядит так же, как и на телефоне. И, кстати говоря, это не пустые слова, новый дизайн, который будет на ютубе в будущем, он еще больше будет похож на телефоны. Это отвратительно. И да, 13-й год, и это тот год, когда оформление ютуб-каналов стало более похоже на современное, еще не современное, и кнопочка подписаться другая, немножко другие, как видите, тут кнопочки всякие. Также нет вкладки в тренды или горячее. Ну, то есть, популярное на ютубе, но там было немножко другое, и все работало нормально, не как сейчас. У PewDiePie на это время 8 миллионов подписчиков. В 13-м году у меня лично бомбануло, так как я привык к старому дизайну, и появилось вот это нечто, что, на мой взгляд, выглядит убого. Единственное, что можешь настроить, это вот эту вот плашечку и аватарку свою, и все. По сути, больше у тебя нет никаких настроек твоего канала в плане оформления. Давайте переместимся на год вперед еще. Я вам советую взглянуть на этот сайт, Wayback Machine. На этот сайт сложно попасть, иногда он лежит, он часто, этот сайт лежит, и у этого сайта проблемы там с финансированием, поэтому у них серваки немножко лежат иногда. И, в принципе, 14-й год, и это уже один в один почти. Невероятно близкий к тому, что сейчас есть. И, в принципе, дальше смотреть именно по Wayback Machine нет смысла, так как, в принципе, у нас ничего не поменялось в будущем, и не меняется сейчас в плане оформления. И мне осталось вам показать именно то, что будет в будущем. И вот оно. Вот это нечто. Это и есть наш будущий YouTube. Я не знаю, как работает эта система, по которой YouTube обновляет дизайн на некоторых каналах, так как я зашел на свой левый аккаунт с YouTube, и у меня вот такой вот дизайн появился. Я видел то, что некоторые каналы обновляют до этого дизайна, чтобы они могли посмотреть, как будет выглядеть YouTube через несколько лет. Вот вы не замечаете то, что это дикий закос под планшетники и так далее. Это очень сильно напоминает именно планшетники и так далее. Я, как вы видите, ползаю по своему каналу, и это, не знаю, слишком пусто, слишком сильный материал дизайн, это не очень красиво смотрится. Ну, кстати, это у меня на канале не очень красиво смотрится оформление. Давайте зайдем на любой другой канал, введем канал там JackSapticEye. Заодно посмотрим, как выглядит поиск. Теперь поиск выглядит вот так вот. Не сильно отличается, конечно, но тем не менее, вы, я думаю, видите отличия, которые происходят. Заходим к Джеку. Почему-то раньше работало так. Если канал сделан в оформлении, например, зеленого цвета, то все остальное делается зеленым цветом. То есть дизайн-канал меняется. Это наш будущий YouTube, который будет в будущем, в скором будущем, я думаю. Когда ты клацнешь по своей авке, выйдет вот такая вот плашечка. Вот это реально сделано удобно. Что такое покупки? Покупки? На YouTube можно будет что-то покупать? Что, простите? Тем не менее, вот эта плашка сделана интересно и удобно, на мой взгляд. Но, все остальное. Огромная растянутая дикая шапка на весь канал. Очень серый, блеклый, неинтересный дизайн. Но видео приятно. Оно такое растянутое, и это, в принципе, сделано неплохо. Блин. Я не знаю. Ну вот вам как? Вам нравится вот этот дизайн? Пишите в комментариях, нравится вам он или нет. Ну, то есть кнопка, кстати, справа. Вернуться к классическому дизайну. Давайте нажмем, посмотрим, что тут пишут. Важная функция. Работать некорректно после обновления важной функции. Стало сложнее пользоваться. Другое. То есть, к какому-то каналу привязывают такие вот дизайны, и они могут от этого отказаться, я так полагаю. Тупо протестировать новый дизайн некоторым ютуберам дают, я так полагаю. В принципе, я вам показал новый дизайн, показал вам старый дизайн у ютуба. Надеюсь, вам было это интересно, вы узнали что-то новое. Ну, про новый дизайн, мне кажется, вы точно узнали, поскольку немногие ютуберы снимали про это видео. А те, кто снимали, они снимали об этом не так уж и давно, конечно, но давненько, и их особо не смотрели. Да и популярные ютуберы об этом особо не говорили, не показывали этот дизайн. И, кстати, чуваки, давайте наберем на это видео 2017 лайков. Скоро Новый год, так что 2017 лайков, и будет очень-очень круто. Пишите в комментариях то, что вы думаете по поводу дизайна нового от ютуба. Хорошо, нехорошо, что больше нравится и так далее, по желанию, по поводу оформления ютуба. Вдруг, когда-нибудь это видео посмотрит сам ютуб, или кто-то, кто с ним близко связан, и они как-то что-то придумают, комментарии почитают. Всякое, может быть, согласитесь. Так что пишите в комментарии то, что вы думаете по поводу нового, старого, и вообще всех оформлений ютуба, какое вам больше нравится, не нравится и так далее. Почему, не почему. С вами был Дориан Карнет, увидимся в новых видео. А давайте еще так, если у вас есть идеи для новых видео, пишите об этом в комментариях. Если вы увидите крутую идею в комментариях, вы ее лайкаете. И я пойму то, что это реально интересно, и сделаю видео на эту тему. Это будет приятно и вам, то, что вы сможете поучаствовать в создании нового контента у меня на канале. И будет приятно мне, что я буду знать, что вам интересно смотреть, что сделать на канале в будущем и так далее. Воооо...